Последний рабочий день недели так совпало, что мы отмечаем Всемирный день телевидения. Все наши программы, новости мы делаем в течение дня. Сегодня мы попробуем вам рассказать, как эта вся работа проходит. Мы покажем вам людей, кто работает в кадре и кто в ней. А начнем мы с выпуска новостей. Для журналистов это отдел святая святых. Между собой мы его называем дом родной или просто новости. Здесь мы пишем сюжеты, принимаем ваши обращения и ищем темы. Главное, чтобы не сидеть сложа руки. Хотя иногда бывает и такое. После ночного дежурства. Да-да, мы и ночью работаем. А это дубляшка. Здесь сейчас озвучивает текст Зауре Уралбаева. Ее знают многие в области. Начитать текст, подготовить эфир, проследить за новостями, но иногда ругать журналистам. Скажу вам по секрету, это тоже нужно. Чтобы форму не терять и злее, и профессиональнее быть в подготовке материала. Для нас сам праздник, день телевидения, это работа. Вот то же самое вот сейчас, да, вы делаете сюжет. Это что, не работая? Я работаю сейчас интервью, да, и вы стоите с микрофона. Это все работа. Оно на телевидении, вот, например, сейчас уже более роскошно вы живете. У вас есть суббота, воскресенье. Оно не должно быть таким. Это телевидение, само слово телевидение, оно в нем заключается все. Мы говорим же, есть только кадр между прошлым и будущим. Именно в нем наша телевизионная жизнь заключается. В большой студии пишутся такие программы, как «Пора вставать», молодежная программа «Шастаруахты», «Медзикон» и «Жанакун». Сейчас идет запись утренней развлекательной программы. Ведущая Ксения Поленица. Через несколько минут начнется запись. Орел, это бахтюбе. Это постоянные статьи, это поиски тем, это поиски новых людей, новых интересных возможностей. И мне нравится быть журналистом, мне нравится быть телеведущей, мне нравится познавать что-то новое, мне нравится учиться. Я не хочу останавливаться на этом, мне хочется дальше расти, развиваться. На телевидении это не только дикторы и журналисты. Это огромная работа тех, кто остается за кадром. Монтажеры, инженеры, операторы, редакторы и все те, без которых мы не сможем рассказать о том, что происходит в мире, в стране и в городе, и на студии. Многие считают, что эта работа на ТВ легкая. Но это кажущаяся легкость. А вот и теперь студия новостей. Эфир еще не начался, но ведущая Ардах Жахсылыкова уже начитывает текст. В эфире ведущий говорит не от себя, не читает суфлер, но бывает и такое, что суфлер останавливается. Давайте спросим у Ардах, что она в этот момент делает? Ардах, вот если остановится, что делает? Конечно, ведущим желательно не ошибаться, но если произошло такое, здесь желательно не растеряться, вникнуть в тему и продолжать читать новости. Конечно, рассказать о всей работе на ТВ мы не смогли за несколько минут. Но самое интересное мы вам показали. Да, отметить день телевидения нам не удалось сегодня, иначе бы выпуск просто-напросто не вышел бы в эфир. Мы и так с нашим оператором, кстати, его зовут Амантай Ауэльбеков, мешали всем работать. И в конце хотелось бы пожелать всем коллегам и вам, уважаемые телезрители, хороших и добрых новостей.